Каждый раз, когда я готовлю, я прошу Всевышнего Лава, чтобы он мне помог, чтобы я вкусный шашлык приготовил. Мне все друзья говорили, начинай снимать свой футболк. По-дагестански шлепнул курдюк, он должен вправо-влево шевельнуться и остановиться. Я, в общем, себя полностью переустановил, чтобы вы понимали, я раньше даже среди своих ватсапе даже свою фотку никогда не уставлял. Чисто ради хейтеров, чтобы не схавали. Диванные войска эксперты подключаются, начинают хавать. Те, кто пробует мои шашлыки, они становятся зависимыми. Вот такая пушечка получилась, сочно-восточная, просто Боу-Мигель. Надо попробовать, искать свою оценочку. Вот же он, тот пах-пах, знаменитый. О-о-о-о, 100%. В победе я почему-то был уверен, за день до моего вылета мне сон приснился, что я выиграю эту битву. Запах чувствуется, да, это запах оригинал. Как с пожарного шланга. Во рту тает, животель летает. Ставим лайк и едем дальше. Во-первых, ассаламу алейкум, доброго дня всем дорогие друзья. Сегодня расскажу, как правильно готовить шашлычки. Многие не знают. Я Руслан Рамазанов. Я шеф-пор у себя на кухне. Держу газ и еду дальше. Классический маринад. Никаких секретов нет. Мне никто не верит. Тут соль, перец, кинза и лук. Все секреты, даже если они есть. Руслан раскроет сегодня в нашем фильме. Вообще у меня уходит на это три дня. Первый у меня идет подбор мяса. То есть, если я захожу на второй рынок, там столько изобилия, но мне это мясо не подходит. Мои мясники знают, что мне нужно. В шашлыках дагестанский фудблогер уж точно знает толк. У меня, получается, самые вкусные шашлыки. Еще ни один человек не сказал, что где-то вкуснее. Мне само интересно с кем-то пососедаться. Хотя многие шашлычки вытягиваю, они не тянут. Сначала он готовит все необходимые ингредиенты. Это у меня овощная позиция. Помидоры, как видите, калибр один. Тоже азербайджанский. Нужно брать крепкий, чтобы поведение во время приготовления было послушным, так сказать. Иначе они будут обваливаться. Перец я беру обычно поменьше калибр, но в данный момент я его не нашел. Эти у нас баклажаны, тоже узкие, должны быть сбалансированы. Я их приготовлю с курдюком. Однажды дагестанец решил не просто готовить, а рассказывать об этом в социальных сетях. Я понял для себя, что если я себя не реализую в этом направлении, так же обо мне не будут знать. Я именно взялся за уже медийную составляющую. Просто пушка, друзья, полный рецепт. И пошло. Десятки тысяч лайков. Сотни комментариев под каждой вкусной публикацией. Ассаламу алейкум, доброго дня всем, дорогие друзья. Вы на канале Руслан Архати. И сегодня я приготовлю зайчика с апельсинами, с яблочками в узбекском казане. Каждое его видео набирает сотни тысяч, а то и миллионы просмотров в социальных сетях. Получилось так, что я ушел с работы. Я поехал на реабилитацию Кисловодск. Отдых свой, свои работы, так сказать, начал выставлять. И людям это начало нравиться, люди начали интересоваться. Чисто ради хейтеров, чтобы не схавали. Диванные войска эксперты подключаются, начинают хавать. Вообще, я считаю, что человек, который занимается готовкой еды, должен максимально чисто, аккуратно подходить к этому делу. Готовим фунчозу. Во рту тает, животели тает. Ставь лайк и едем дальше. Он с доброй иронией относится к хейтерам. У меня хейта совсем мало. Почему? Потому что я стараюсь, так сказать, правильно двигаться в этом аспекте. Соблюдать, конечно, этикет, порядочность. И старается отвечать всем, кто ему пишет. Я, получается, обращался к людям и, получается, начинал с приветствия, да, салам, салам алейкум писал. Люди читали и даже в алейкум асалам не писали. Меня очень сильно, как сказать, я раздражался. Ответ просто в алейкум асалам не пиши больше ничего, если не хочешь. Но люди игнорили. И мне это очень не понравилось, я очень заделся. И на сегодняшний день у меня ни одного человека не бывает неотвеченным. Я всем отвечаю. Но футблогером Руслан Рамазанов был не всегда. Видимо, у меня склонности были к любовь к кухне. Обучение мое прошло в другое направление. Работал я почти 21 год на госработе. Переформатироваться было очень сложно, почти невозможно. Мне все друзья говорили, начинай снимать свой футблог. Но я всегда как бы стеснялся, в этом направлении не реализовывался. И я не думал, что во мне такой хороший потенциал сидит. Готовим ромашку из баклажан. Для начала берем баклажан. У нашего героя все получилось. Когда мой возраст говорит о том, что я полностью должен перебазироваться и заняться блоком. Я, в общем, себя полностью переустановил. Я, в общем, себя полностью переустановил. Чтобы вы понимали, я раньше даже среди своих ватсапе даже свою фотку никогда не уставлял. Хобби он превратил в любимое дело. Мне нравится, так как людям помогать, угощать. Как-то это все вот так закрутилось. Пришло время разжигать костер. Тут у меня тоже своя тактика. Его по праву можно назвать королем шашлыка. Вообще, каждый аспект приготовления еды, начиная со слова бессмеля, подхожу к этой теме максимально щепетильно, с любовью. И по итогу выхлоп бывает бомбовый. Обычный поменьше калибр беру, чтобы они равномерно... Или профессорам шашлычных дел. Ведь даже выбор мяса – целая наука. Если мясо будет чуть-чуть жестковатое, там бывает полуполевое, полуоткормочное, там очень тонкостей много. Обычно, когда я провожу обучение, я часа шесть об этом разговариваю, но у нас не хватит времени. И, в общем, в зависимости от мяса я его мариную. Хорош ли курдюк? Руслан знает способ, как не ошибиться. Так скажу, чисто по-дагестански. Шлепнул курдюк, он должен вправо-влево шевельнуться и остановиться. Если шлепнул, он загулял, этот курдюк ничего не подходит. Сегодня приготовим пушечные стейки без хлопот. Для этого приготовил два таких замечательных стейка. Перекладываем в тару. И даже перец он выбирает только так. Я его нюхаю, если я чихнул, значит, этот перец хороший. Если нет, я его не беру. А как он готовит грибы? Так, грибочки я готовлю тоже по своему рецепту. Они у меня бывают в моем маринаде, специально чашечкой вниз лежат, заполняю я их. И они в течение ночи пропитываются. Когда я их готовлю, они бывают максимально сочными. И даже шампура должны быть именно такие. По поводу шампуров, посмотрите, какие они острые у меня. Отвлекаюсь, сразу могу руку пробить все. Это чтобы мясо не разрывать и чтобы оно не прокручивалось. Специалист по дагестанской кухне. Как он справился с гурьевской кашей? Руслан не раз смотрел битву шефов. И мечтал о том, что когда-нибудь примет участие в популярном шоу. До определенного времени я сам смотрел эту передачу. Не ожидал, как бы мечтал туда попасть, но не думал. Мечты сбываются. В общем, как я попал на битву шефов? Развиваюсь в соцсетях. Очень связались, предложили мне. Мне сказали, что я в мясе очень хорошо разбираюсь. И они сказали, у тебя все шансы есть. В этот момент, соответственно, что задний давать. Такая ситуация в жизни бывает. Я говорю, газ тогда. Наш герой на своем пути преодолел немало препятствий. В общем, прошел все кастинги. Меня утвердили. Был запланирован уже вылет. Я должен был на программу появиться с блюдом жаркое из бараньих почек с овощами, приготовленный на Курдюке. Добрался поздно. Прилетел в Москву. У меня в номере холодильник включен или нет, сказали, да, приехал. А там не был он включен, спустился в администраторскую. В их холодильник поставил свои почки. С этими почками отдельная ситуация. Да, чтобы не украли. Она женщину взрослую, в шоке. Что я за них так переживаю? Я объясняю. Это очень для меня важно. Они должны быть у меня до утра целыми. Вообще холодильник не открывайте. О-о-о-о! Его блюдо и выход породили жюри самое сердце и желудок. Пришло время моего выхода. Вышел я тоже ярко в бурке, папахе. Честно сказать, очень позитивные оба шеф-повара. Один. В победе дагестанский повар был уверен. А кто это? За день до моего вылета мне сон приснился, что я выиграю эту битву. Мне даже не дали с ними пообщаться. Меня после победы даже сфоткаться не дали с ними, чтобы втроем. Меня просто, я сам не понял, растащили в разные стороны. Там пошли интервью, съемки. Теперь он ждет ведущих в гости. Я их пригласил в Дагестан, на побережье нашего прекрасного Каспийского моря. Сказал, на моей территории, с моим мясом, я вам покажу шедевры. Приезжайте, прилетайте с семьями. Руслана не раз спрашивали, почему он не откроет собственное заведение. Все просят, чтобы я открыл свое заведение, но пока я не вижу команды. Почему? Потому что хоть один аспект на сегодняшний день я, если даже не то что халатно отнесусь, не подконтрольно отнесусь, все, он сразу говорит о себе. И поэтому каждый аспект от начала до конца я должен видеть своими глазами, щупать своими руками. Сейчас мы заварим чай с пахтахом. Чисто травяной, но донбайский сбор. Он также вкусно готовит чай из трав. После вкусных шашлычков моих, хотя бы минут 30-40, перерыв, рекламная пауза, погулятушки вдоль берега моря, и потом на самоваре приготовят бомбовый чай. В самоваре на дровах. Другой чай Руслан попросту не признает. Вот же он, тот пахтах знаменитый. А к нему и торт собственного приготовления. Твой тортик знаменитый по-киевски приготовил. Все, кто его пробует, когда я готовлю, сразу погружаются в 90-е годы. Именно стараюсь, чтобы был тот пикантный, старый вкус натурального, обязательно масла. Но вернемся к шашлыкам. Угли я использую в данный момент ясень. Как видите, он у меня отборный. От него много что зависит. Сразу же подскажу, мангал тоже должен быть правильный. Высота пусть будет в среднем 14, и обязательно должны быть дырочки, чтобы он дышал. Руслан человек творческий. И даже готовку шашлыка превращает в целое искусство. Шашлычник, который готовит, он должен чувствовать мясо, что происходит там. Моя фишка – это создать максимально сильный жар, чтобы максимально быстро запечатать мясо и своевременно крутить. Ведь шашлычник – почти что волшебник. Это просто фантастика – вывести мясо на такой уровень. Запах чувствуется, да? Это запах оригинал. Один запахом уже наедаем. Когда возле шашлычных проходит, должен быть вот такой заманивающий запах натурального мяса. Хорошо, что шашлык уже готов. Иначе от оригинального запаха можно просто сойти с ума. Самые сочные, восточные шашлыки. Вот они, пушечки. Я их называю алабайчики. Чисто авторский подход. От этих шашлычков только пальчики оближешь. Но бывает, люди себе губки прокусывают от вкусности. Это тоже у меня, кстати, секрет. Я, когда мариную, делаю такую консистенцию, чтобы человек, когда ел, чавкал от кайфа. Вот они, баклажанчики. Сначала шашлык должен попробовать сам повар. Вот такая пушечка получилась, сочно-восточная. Просто Боу-Мигель. И вынести свой вердикт. Как с пожарного шланга. Во рту тает, животель летает. Ставим лайк и едем дальше. Как ты это делаешь? Ну как? Какова? Чао оно? Смотри. Есть его коронное блюдо опасно только по одной причине. Здесь еще такая проблема. Те, кто пробует мои шашлыки, они становятся зависимы. Пожелаем удачи нашему невероятно талантливому герою. Ведь попробовав шашлык Руслана хотя бы раз, забыть его и вправду невозможно. Я вообще супер повар. Я поражаю сердца и влюбляю себя своими сочными вкусными шашлычками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова